Византийский семинар проходит уже седьмой год подряд. Название греческое – «Херсонос темета», что в переводе на русский означает «херсонесские встречи или обсуждения». Более 20 ученых, историков и археологов, которые специализируются на истории Византии, собрались, чтобы поделиться с коллегами самой свежей информацией. Наш семинар не ограничивается причерноморьем, например, не только что Херсоном, а даже и причерноморьем, потому что это значительно более широкая тематика, и здесь важно то, что в рамках этого семинара могут выступать не только, например, археологи, но и историки, филологи и даже искусствоведы. После каждого доклада жаркие обсуждения. Ученые увлеченно спорят, какие именно буквы стерло время с тех или иных исторических памятников. Дискуссия – одна из особенностей семинара. Докладчики могут обкатать новый материал перед публикацией. Помощь наших коллег непосредственно в зале порой значительно продвигает нас своих исследований. Мы получаем помощь сразу, как скорую помощь. Особенность данного семинара – здесь не публикуются, точнее, не озвучиваются доклады, тексты которых где-либо когда-либо опубликовались. Как раз установка такая – обсуждать новые какие-то результаты археологических, исторических и иных каких-то специальных исследований. Каждый доклад – научное открытие. Ученые рассказывают о совершенно новых, недавно обнаруженных исторических памятниках. Мне удалось найти текст в составе другого текста, который, по всей видимости, является подборкой цитат из несохранившегося произведения Иоанна Златовуста. Новая информация помогает по крупицам восстанавливать картину древнего мира, узнавать, как переплетались судьбы Херсонеса, Константинополя и других регионов более тысячи лет назад. На семинаре представлено много докладов ученых, специализирующихся на сфрагистике – исторической дисциплине, которая изучает печать. Открытие большого количества, особенно в последнее время, большого количества новых изантийских печати – это печати чиновников, которые писали сюда различную корреспонденцию, документы приходили. На определенный период времени на печати запечатлена та или иная титулатура владельца, который отправлял. Если он проходило время, получал новый титул, он заменял печать, сделал новые исправления, и мы можем даже судить о служебном продвижении этого человека. На семинаре прошла презентация сборника научных статей, посвященных печатям византийских и древнерусских, светских и духовных лиц. В нем собраны работы ведущих исследователей из Австрии, Болгарии, России, Турции, Украины, Франции и Швеции. В том числе в книгу вошла информация о ранее неизвестных печатях. Людмила Замятина, Анатолий Паньков, Севинформбюро.